Сезон арбузов и дынь в самом разгаре, однако красивые с виду бахчевые могут таить в себе нитраты. Не опасные сами по себе нитраты, преобразовываясь в токсичные нитриты и накапливаясь в организме человека, могут стать причиной заболеваний. Заслон на их пути ставят специалисты Орской испытательной лаборатории. Как рассказали эксперты центра, массовая доля нитратов не должна превышать допустимые по техническому регламенту значения. Нитраты являются солями азотной кислоты, которые используют при выращивании плода овощной продукции. Они очень хорошо накапливаются в продуктах питания, поэтому могут нанести серьезный ущерб здоровью. На самом деле покупатели очень часто считают, что отравление или некачественное арбуз или дыня сводится только к расстройству желудочно-кишечного тракта. На самом деле проблема может заключаться гораздо глубже. То есть отравление нитратами может проявляться не только как расстройство желудочно-кишечного тракта. Отравление нитратами также проявляется как классическая хроническая усталость. Человек может просто не понимать, что с ним происходит, просто вялость, просто нет настроения. Это все происходит за За счет блокации гемоглобина и вызывания кислородного голодания в организме. Также повышенная концентрация нитратов может приводить к поражению сердечно-сосудистой системы, нервной системы и даже к онкологии. И такие последствия неизбежны, если человек употребляет овощную продукцию с повышением содержания нитритов, рассказывает Елена Крендюкова. Что необходимо помнить, чтобы этого не допустить? Есть ряд определенных норм и правил. Первое и самое главное – это требовать у продавца сертификат качества на данную продукцию. Если же вы все равно приобрели этот продукт, но сомневаетесь в качестве, есть специальные аккредитованные лаборатории, как, например, наши, где сотрудники регулярно проходят подтверждение компетенции и повышение квалификации. Также у нас современное оборудование и современные методы, которые позволяют в короткий срок установить точные нормы и концентрации всех опасных показателей, которые могут присутствовать в продукте. Испытательная лаборатория работает и с крупными предприятиями, и с частными лицами. Есть несколько методов испытаний – микробиологическое, химическое, радиологическое. Корреспонденты Орск.ру заглянули в кабинеты и посмотрели, как проводятся проверки качества. Сначала образец поступает в специальный кабинет. Он называется отдел проб. Там специалист шифрует продукт, который поступил в лабораторию. После сотрудники приступают к дальнейшему проведению исследований. На данном этапе у нас есть образец бахчевой культуры – арбуз, который обязательно делается в повторностях, чтобы исключить какую-то ошибку на этапе пробоподготовки или на этапе исследований. Обязательно среднестатистические данные берутся в расчет. Две колбы с арбузом сначала нумеруют. Далее эксперт готовит специальный экстракт из поступившей пробы. Затем включает прибор. Он называется нитрат-тест. С помощью него, как вы поняли, определяет концентрацию вещества. И немаловажный момент – перед проведением исследования необходимо выполнить градуировку. Это такая операция, с помощью которой специалисты могут убедиться, что прибор работает правильно и точно. Через некоторое время результат экспертизы готов. Нитрат-тест для определения нитратов в овощах, в фруктах. Перед проведением анализа обязательно делаем градуировку прибора и вписываем в журнал. А далее потом проводим измерения. Исследование показало, что ни в арбузе, ни в дыне нет концентрации нитрата. В лаборатории рассказывают, что сейчас арбузы и другие овощи и фрукты с повышенным содержанием нитратов попадаются редко. Это несколько лет назад ранее урожая можно было получить только нечистым способом. Сейчас технологии шагнули вперед. Ну а далее очень важная станция. Там проводятся микробиологические исследования. Проводим исследование пищевой продукции на показатели по микробиологической безопасности. Мы сейчас находимся в боксе для исследования пищевой продукции, в котором проводим исследования. Далее мы побывали на втором этаже. Там проводят мониторинг зерновых культур. Ржи, гречихи, кукурузы и сои. Сотрудники лаборатории разбирают средние образцы. Эксперты рассказали, что есть сырники, которые не наносят никакого вреда здоровью. А другие наоборот. Именно их ни в коем случае нельзя допускать в продажу. Вся партия некачественного зерна отправляется производителю на доработку. Зерно, которое поступает в Орск, проходит проверку именно в этой лаборатории. И еще специалисты напоминают, как выбирать арбуз. Главные правила – сухой хвостик, отсутствие трещин, неравномерный окрас, звон ягоды при ударе по ней рукой. А полость для семечек должна быть такого же окраса, как и вся мякоть. Ксения Семененко, Игорь Платонов, служба информации и телерадиокомпании «Евразия».